Любимая моя погода. У нас тоже плюс 30 сегодня. Вот. Лев, посмотри, какая у нас разница. 60 градусов. 60 градусов. У нас плюс 30, у вас минус 30 в Мурманске. Минус 30, да. И еще вот сейчас присутствует извещение МЧС, что в ближайшие сутки сохранится эта же погода, и температура минус 25, минус 30. Но это значит, будет ниже 30. Сейчас вот 31 градус, я смотрел. Ну, может, это хорошо, если бактерию убьет этот мороз. Да главное, чтобы нас не позаморазивало. Бактериям, наверное, это не страшно. В вечной мерзлоте говорят, что живут, и находятся, и миллионы лет лежат, и боятся там бурить, потому что вдруг растает лед, и микроорганизмы, и бактерии начнут убивать человечество. А, тоже возможно. Есть же такая теория. Что против тех, которые миллион лет назад были, иммунитета у человечества практически нет вообще как такового. Так что там даже малюсенькая какая-нибудь, не говоря там о чем-нибудь сложном и серьезном. Не дай бог. Так что для бактерий, наверное, не страшен наш мороз. Если было минус 270, 200 сколько там, абсолютно 272 кельвин? Ноль. Не помню уже. 276, по-моему, я тоже забыл. Ну, я не помню последнее. 270 там с чем-то, если не ошибаюсь. Ну, этот, может быть, и убил бы. А этот, что 30 градусов для них. Просто менее подвижно. Я думаю. Чем минус больше, тем они больше выживут. Ну, да. Закалку проходят. Закалки. Лев, вчера я посмотрел, уже раз пока ждем. Ты прислал мне хебаб, вот я посмотрел все это хозяйство. Спасибо, что прислал. Но, к сожалению, я еще и в этом году не смогу придерживаться этих правил празднования. Это, может, не информация ведет. Все это понемножку. А, информация, не информация. У меня куча вопросов. Вот, допустим, ты на прошлом занятии дал информацию, ну, не только на этом, уже год назад об этом говорили, что светильник горел 7 суток. А заправили его чем? Оливковым маслом, которое было ритуально чистым. Его единственный сосуд нашелся, закопанный. А все остальное было испорчено теми, кто осквернял храм. Значит, я делаю вывод. Я не могу пойти в магазин и купить просто свечи. Мне нужны свечи, которые ритуально чистые будут. А иначе теряется весь смысл этого мероприятия. Нет, свечи это обычные можно купить. Ну, я не знаю. Вот, судя из того, из истории, антологии вот этого празднования, его и празднуют как то, что вот осветили именно маслом тем, которое было ритуально чистым. Ну, смотри, у нас это вот, например, на Песах. На Песах, когда мы делали Песах. Когда был Песах, нужно было ритуальное приношение овцу. А когда мы делаем, просто кушаем на Песах, это просто как бы традиция. То есть, только когда храм есть. Только когда храм стоит, оно все происходит. Я не спорю. Я не спорю. Просто это мои рассуждения внутренние такие. Я думаю, так это или не так. А спорить я не спорю. Можно любые сети заказать, Витек. Не обязательно нужно, чтобы у меня очищенного масла было. Ну, значит, завтра зайду, куплю любых. И завтра зажгу сразу две. Завтра зажги две, а потом три. И тогда восьми найдешь. Еще один вопрос. Миноры у меня так и нет. Я не заказал, собирался заказать. Если миноры нет, просто можешь просто сделать обычный любой стакан. Какой стаканчик. Я понимаю, я так и собираюсь сделать. Теперь еще один вопрос. Сказано было в правилах празднования. Через час после 12 часов надо гасить или можно гасить. Я не понял. Или до утра должны гореть свечи. Они должны гореть примерно где-то 20 минут, ну, полчаса после... О, Михаил. Они уже сгорели давно. Вот-вот-вот, Михаил пока. Их тушат. Тушат. Дали еще один вопрос. Нет, не тушат. Не тушат. Нет, нет, не тушат. Они должны сами сгореть. Не туши. Они горят полчаса. Они зажигаются минут 10-15 до захода солнца. Они должны гореть минимум полчаса после захода солнца. Это если вот такого размера свечи. Вот видно, как я показываю. Есть маленькие таких стаканчиков. Возьми больше. А если я куплю обычные свечи, она ни час, ни два будет гореть. А гораздо больше. Пусть гори хоть до утра. Понятно. То есть тушить не надо. Тушить нельзя. Не туши. Еще один вопрос. Вот Михаил показывает. Смотри, Витя. А, вижу. Вижу. Придаются. Я завтра зайду и куплю. Если обычные, то проблем никаких нет. Обычные свечи. Михаил, у него нет таких, как у нас свечи. У него просто... Даже больше возьмем. Вот Михаил показывает для Хангель. Обычные свечи. Я вижу. Обычные свечи. Еще один вопрос. Свечи зажигаются в последовательности. Справа налево. Вот. Вот я выставил 7 стаканов. Справа налево. А зажигать... Слева направо. Нет. Нет. Свечи зажигаются. Не пламенем зажигаются. А начиная с крайней правой. И справа налево идет. Выставляешь... Огонь, а поджига... Выставляешь. А зажигаешь слева направо. Правильно. 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 То есть, например, на четвертый день начинаешь. Раз, два, три, четыре. Справа налево. А зажигать слева направо. Да. Я про то и говорю. Это технический вопрос. Выставляешь слева. Считается. Считается. Вот первая, вторая, третья. Сегодня третий день. Я считаю справа налево. А зажигать начинаю слева направо. О, и все. Ну, видишь, как хорошо. Что ты прислал. Я не искал нигде. Все прочитал. Я вчера, наверное, час целый изучал. Материал. Молодец. Очень просто. Когда сегодня первый день, первая ночь, первый день газы будет завтра. Ну, допускается. Если была какая-то причина, по которой я в первую ночь первую свечу не зажжу, на второй день нужно зажечь две свечи. Правильно. Никита. Никита не говорит. Никаких проблем. Завтра зайду, куплю свечи. Зажгу. Поставлю семь стаканов. Слева направо буду считать. Зажигать справа налево. Правильно. Семь просто. Семь просто. Ну, тушить нельзя. Я понял так. Они должны догореть. Ну, осторожно. Положи там какой-нибудь поднос, чтобы если они упадут, там пожар не было. Конечно. Конечно. Ну, что ж, я похож на идиота. Ну, на всякий случай, знаю, чтобы не упал. Бывает такое... Спасибо. Если на газету поможешь, бери огнетушитель в руки. Да. Да, я бенгальских огней даже дома не зажигаю. Не знаю, чем это может кончиться. А ты бы что-то не отключали. У меня все-таки батюшка мой, отец, работал полжизни в пожарной, как называется, охране. Ну, это... Привил правила пользования электроприборными бытовыми нагревательными печами и так далее. Я тебе сейчас могу лекцию прочитать. По-любому из этих вопросов. Ну, молодец. Хорошо, ребята. Ну, давайте, начинаем по Торе. Опять-таки, мы на первой книге Моисея. Раздел Микетс. Давайте, как по старому обычаю, Витек, ты хочешь, можно пройти содержание? Вот в прошлый раз ты сделал весь обзор. Весь обзор тоже был о том, что сон сначала в предыдущей части был в Айсер. Когда сон был у двоих придворных, которые Иосиф рассказал, а потом фараону снится сон, и Иосифа приводит, Иосиф ему объясняет сон. Иосиф становится его правой рукой. В Египте голод. Он спасает Египта голод. Ну, я в общем, вкратце говорю. В Египте получается у них как бы полностью централизированная власть. И дети приезжают брать голод по всему миру. Братья приходят в Египет к Иосифу. Он с ними встречается. Они его не узнают. Он их узнает. Очень эмоциональный момент. И несколько таких испытаний он делает. Они приходят, обращаются обратно. Оставляют бинамина заложников. Опять приходят. И вот критический момент до того дошел, что ну все. Делать нечего. Мы должны все уходить. Бинамин здесь остается. И Ехуда говорит. Ну, я без брата не могу уходить. Что делать? Все замешались. Все братья не знают, что сказать. Что делать? Критий, вот на этом мы остановились. На этом закончилась форша книги. Либо можно... Понятно. 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 Вопросов там нет по этой теме. Я внимательно тоже прочитал. Те, которые были после твоего рассказа, вроде как исчезли. Ну, а дальнейшие события, если коротенько говорить, то Иосиф выгнал всех посторонних. Хотя мы перешли ко второму приезду их. Ко второму приезду. Когда уже пир прошел и так далее. И старший брат ему говорил, что давайте... Не старший, как его. Вот я с именами путаюсь. Что давай я останусь, а Бинамина отправим обратно. Ехуда, Ехуда говорил. Да, Ехуда. Ехуда. Потому что иначе, если мы его туда не отправим, у нас уже было несчастье с одним из наших братьев. Отец второго несчастья не переживет, он сойдет в могилу. Я готов здесь остаться. Вот. После этого мудрое решение принимают. Он выгнал всех посторонних из зала, повелел уйти. И признался в том, что он является их братом. То есть ты уже говоришь 11-ю часть. Боегас. Ну, наверное. Наверное. Я прочитал там до 45-го включительно. Правильно. Правильно. Ну, если коротенько, то так. Он объясняет, что я остался жив, меня продали в рабство, я вот сейчас первый человек и так далее. Мы упустили в сторону, оставили то, что предварительно поехали второй раз, когда были. Их обратно вернули, потому что нашли снова серебро в мешках и кубок. Любимый кубок, как он сказал, с которого бьет его хозяин. Да. Вот после этого уже происходят эти события. Очень хорошо. Хорошо. Давай я продолжу немножко. Значит, тоже в общем пройдет. Это если коротенько. Если не удаваешь, какие-то там более тщательные детали. Давай я доскажу чуть-чуть, как бы полностью прошу 11-ю часть. Ваегаш, это же предпоследняя часть бытия. Я до 45-й дошел, и 45-ю я начал читать, но не прочитал ее. Ну вот, давай я вкратце, вкратце, как обычно, 5 минут возьму. Значит, ситуация какая. Значит, вот конфронтация. Яхуда и Иосиф. Значит, Иосиф их испытывает. Яхуда говорит, ну, если так, я не могу. Ну, в общем, конфликт. Иосиф себя не может. То есть, Иосиф понимает. Иосиф понял, что братья раскаиваются. По крайней мере, Яхуда раскаивается. Ну, раскаиваются, потому что он сам их подвел к той черте, когда не раскаиваться нельзя было, потому что он постоянно держал их в напряжении. Они наверняка были в напряжении и тот период между вторым и первым походом снова в Египет, когда съедали то, что, скажем, во-первых, брат их остался один в темнице. Во-вторых, продукты заканчиваются. Надо ехать опять, а отец не хочет пускать Бениамина с ними. Не хочет, чтобы они ехали. Потом все-таки решается на то, что забирайте, едьте, но знайте, что если он не вернется, то я умру, сойду в могилу. Он подвел в такое состояние братьев эти. Я думаю, что все были в таком шоковом состоянии. Ну, не в шоковом, будем говорить, в психологически тяжелом состоянии. Все. Потому что столько испытаний буквально, может быть, за полтора года. Может, за год. Я не знаю, сколько они ели первые припасы, которые привезли братья. Но, наверное, не за день и не за два. То есть все это копилось и копилось, но тут опять с кубком проблема. И опять условия. Что нет, я вас туда отправляю, а будет у меня находиться только тот, кто виновен в краже кубка. Это вообще всех поставил в тупик. Поставил в полном ступике, когда драма была на драме. Значит, ну все, значит, они обнялись, раскрылись. Для них это большой шок. И Иосиф их успокаивает, говорит, это не ваша вина. Ну, конечно, это их вина. Но он говорит, это все, это была оркестрация. Это решение Всевышнего. И как раз сейчас так и получилось. Вот сейчас засуха, вот сейчас нет ничего кушать. А я начальник Египта, у нас все нормально. Давайте, езжайте обратно, берите папу, берите семью, приезжайте в Египет. Красиво, красиво он вышел с данного положения, сказал, что воля Всевышнего, благодаря этой воле, то, что вы меня в яму бросили, предначертано Всевышним было. То, что я здесь оказался, то, что запасы сделал. А если бы не это, не эти события, то сейчас бы вообще все с голода померли. Как мы увидим дальше, уже в следующей книге, на самом деле братья не полностью поверили, что их Иосиф просил. У них все было сомнение какое-то было. И в дальнейшем, забегая гораздо вперед, в дальнейшем, когда уже в Египет приезжает Яков, когда Яков через 17 лет, он 17 лет проживает в Египте, и когда он умирает, после этого братья боятся, что Иосиф теперь будет им мстить, как папа умер, будет мстить. И он опять их уверяет в то время, ничего, это все было сел Божие. То есть у них оскомненно боязнь того, что Иосиф будет как будто вместе придет, все-таки оставалось все это время после этого. Но, по крайней мере, с внешней точки зрения, как бы все обошлось, все нормально, они обратно уехали, говорят Якову, вот Иосиф жил, Яков, конечно, в шоке, ой, Иосиф жил, все нормально, и он хочет, чтобы мы все приехали к нему. Ну, в общем, давайте будем ехать к сыну в Египет. Яков волнуется ехать, потому что он боится, если поеду в Египет, у него будет ассимиляция, потому что он знает, что предвидено через его папу, через его дедушку, Абрама, Исака, он знает, что пророчество такое, что вы будете в Египте 400 лет, но это современие Исака, то есть где-то 200 с чем-то лет, и он знает, что такая проблема будет, они останутся в Египте, ассимиляция пройдет в Египте, они почти вымерут. Но, тем не менее, у него получается откровение с Богом, и Бог говорит Яков, Яков, два раза говорит ему Яков, Яков, да, я здесь. И он ему, в принципе, успокаивает, езжай к Йосифу, это все так положено в этом... Как хорошо вовремя, жена как раз подошла, чай принесла. Мне приходится самому за кружкой тянуться. Ну, значит, продолжай, значит, он говорит, все будет нормально, не волнуйся, и все поехали. Вот у меня есть, в Хабаде есть такая тоже, по-моему, графа, где Яков и все его дети, и все 70 человек. 70 человек приезжают в Египет. Вот приезжает, Иосиф идет к фараону, говорит, вот такая ситуация, весь Египет услышал, что семья Иосифа приехала в Египет, и фараон говорит, пожалуйста, пожалуйста, пусть приходит. Но, тем не менее, он на встречу с фараоном пригласил только шестерых братьев. И самых таких неприглядных, самых незначительных внешне, чтобы не сильно фараоны испугать их силы. Также держите немножко ниже к земле, не сильно высовывайтесь. Но фараон очень хорошо их принял, говорит вам, мы говорим, мы пастухи, мы не сеем, а в Египет пастухи, для них это, они не верят в пастухи. У них сельское хозяйство. Садят пшеницу или там Нил, но дают ему самую лучшую землю, Гошен. Это примерно где современная Александрия, северо-восточная часть Египта, самая плодородная дельта Нила, самая плодородная земля. И там Йосиф поседает со своей семьей. У Йосифа, Йосиф приглашает своего папу встретиться с фараоном. Он встречается фараоном, говорит ему фараон, сколько же вам лет? Тоже Талмуд говорит, что у фараона не было никаких манер. Как можно пожилому человеку сказать, сколько тебе лет? Что-то ты выглядишь не очень, сколько тебе лет? И Яков отвечает, ну сколько мне лет? Мне там 117 лет, я не помню, 130 лет. Из них хороших лет очень было мало, только были проблемы, муки. И тоже Талмуд его и Медраж критикуют, что он слишком концентрировался на минусах. Были и хорошие. У него и Рахель была, и было очень много плюсов. Он-то ему как бы не очень сказал, а какая у меня жизнь? Постоянные трудности. Вот за это его критикует Медраж. После этого он встречается, фараон говорит, ну и меня благословите. Он видит, что он человек святой, Яков благословит фараона. Начинается у них, вот сейчас я смотрю, хорошая жизнь. Йосиф приходит к своим людям и объясняет им, что все, все нормально будет, все, живите, наслаждайтесь. Медраж говорит, что, и Тора говорится, что Йохуда поехал раньше, на несколько дней, недель раньше, до того, как сейчас я поехала. Медраж говорит, Йохуда поехал для того, чтобы, а Яков сказал, начни, открой школу, ну, Йосифа, обучение Богу в Египте. Что мы приехали, что уже было обращение не только материальным делам, но тоже и духовным делам. Вот Йохуда вперед поехал, приготовить для семьи, как бы место приедет. Вот, в принципе, на этом заканчивается сорок шестая, сорок седьмая глава, и потом последняя глава, после этого Ваихи, которую мы будем в следующий раз делать, не в следующий раз, наверное, сделаем в следующий раз воскресенье, в четверг еще будем обсуждение делать. Потом говорит, что вот, и Яков жил, начинается, Ваихи, значит, и жил. Яков жил последние 17 лет припевать, ну, приехал к сыну, жизнь была сложная. А тут приехал на последний, в конце жизни пожил хорошо, отдых, ни о чем нужно волноваться. У сына живу, сын дал ему телевизор и ключи для машины, и все было хорошо, в общем, все было, начал жить припевать. Вот на этом заканчивается часть Ваигаш, и подходит порог до последней части бытия Ваихи, который рассказывает, что произошло в самом конечных днях Египета у евреев в Египте, и после этого закончится эта часть Ваихи, и этим заканчивается первая книга Моисея Исхода, и начнется вторая книжка, книга Исход, и в этом Исходе дела поворачиваются к тому, что фараон Новый приходит, начинается закабаление евреев, то есть то же самое, что происходит, происходило во всех странах. Так было и в Испании, когда мы приходили в Испанию, сначала мы желанные гости, мы помогаем развивать экономику, потом из Испании нас выгоняем, идем в Португалию, из Португалии в Турцию, из Турции в Грецию, из Греции в Амстердам, с Амстердана в Польшу, с Польши в Россию, потом Германия, потом Америка. Америки пока что для этого еще не нашло, но видно, к сожалению, тоже есть такие же признаки того, что история повторяется и в Америке. Не дай Бог, чтобы она повторялась, как с нами раньше повторялась, но такое ощущение, что, может быть, не дай Бог, нам придется не избежать этого и в Америке. И вот мы находимся в тех днях, в мессианских днях, когда все… Я хочу с вами сказать, ребят, вот сейчас недавно по Талмуду я учил с моим вравом, что Талмуд говорит, что последние дни, последние дни перед Пересходом Мащия очень будет сложная ситуация. Дети будут не уважать родителей, дети будут не вставать, когда родители… Все будет вверх ногами. То есть все-таки такое разочарование, что люди будут смотреть, думают, как это можно, какой-то кошмар происходит, на что Бог смотрит, что происходит. И это будет такой кризис, будет доходить до самого конца, и когда он дойдет до самого крещенда, так как и в Египте произошло, падение идет, вот тогда, в самый последний момент, Бог и показывает, что Мащик придет. Вот такое ощущение, что мы проходим такие дни. И корона у нас есть, и экономика, и уважение к родителям, и неуважение к родителям. То есть очень много показывается, к сожалению, что то, что в Торе говорилось три с половиной тысячи лет назад, оно как бы нас и здесь поддерживает. Так что, ну, нужно смотреть на все положительное. Опять-таки, для людей, которые в это верят, которые этим придерживаются, проблем не будет. Проблем не будет. Мы, дай того, проблему нас обойдут, но давление все-таки есть, и мы должны это, как это дело, учитывать. Вот теперь сегодня мы зажгли свечи. Вот как раз, вот смотри, Миша объяснил Виктору, вот свечи какие есть, как зажигать. То есть, несмотря на что, получается противоположное движение. С одной стороны оно идет вниз, с другой стороны, вот, пожалуйста. Вот, ребята, вот в Торе мы сидим, которые там 20 лет назад, мы даже не знали, с какой стороны Тору открыть. А теперь уже мы говорим, изучаем Тору, уже второй, в третий раз, говорим о Ханеке, как зажигать свечи, справа налево, слева направо. То есть, это как бы противотоп. С одной стороны идет в эту сторону, с другой стороны идет улучшение. То есть, силы тьмы и света начинаются постепенно расходиться. То есть, как две команды смешанные, они начинаются, вот эта команда справа, эта команда слева, более-более четко. Но до того, как она после разойдется, будет очень много, происходит очень много таких ситуаций, что так смотришь, думаешь, что это чепуха такая творится в мире. Но нам на это смотреть нужно положительно, не унывать, потому что оно так и должно пройти. Это как пенициллин. Нам укол дают прививку, пенициллин, оно пока побаливает, покалывает, все это пройдет и придет все это к свету. Свет начинается проживать темноту, но пока что это ситуация сложновато. Ну, давайте открываем. Пока только намеки на то, что будет свет. Я думаю, что будет худо еще достаточно долго и будет еще хуже. Да, я думаю, тоже не даю. Потому что только по той информации, которую получаем мы из средств, из скайпа, из телевидения, из новостей, так мы в начале этого раздрали. И в Америке в том числе. Везде. Раньше евреев гнобили, вода закончилась, евреи виноваты. А сейчас, что бы ни случилось, землетрясение там где-то в Канаде, а русские виноваты. И так далее. Других нашли. Но к евреям, я думаю, вернутся все равно. Еще. Одними русскими не обойдутся. Знаешь, я тебе скажу, я тоже среди нас, среди евреев, нам тоже, я говорил недавно, на шаббат нас пригласили в гости с женой. Мы там тоже разговаривали с ребятами. Нам тоже нужно обращать внимание, ну, в общем, нашу Клау Исраэл на Медот называется. Каким нужно связывать. Я мне кажется, недостаточно делается. Мне нужно больше делаться. Очень много хорошего в Израиле делается. Есть ли там что-то, там, проблемы? Ну, наверное, наверное, наверное. Для иудаизма Израиль это идеальное место. Вот на сегодняшний день, хотя в России вроде бы сейчас ничего не запрещается, синагоги открываются и так далее. Но для иудаизма Израиль это идеальное место. Для того, чтобы развивался. Ну, ты знаешь, я тебе скажу. Но, божди, божди, я не достал мысль. Но. Бардакай, извини за такое слово. И безобразие. В Израиле тоже больше, чем достаточно. Особенно со стороны политиков. Но нельзя быть даже политиком, хотя говорят, что политика – это грязное дело. Я опять сажусь на своего конька. Евреи не должны примиряться с нацистами. Ну, никак нельзя. Вот меня-то ничем не заставишь примириться с нацистами. Ничем. Ни уговорами. Не то, что время там много прошло или еще что-то. Ну, никак. В Израиле политики общаются с Эстонией, с Латвией, с Литвой. Держат там посольства свои. Они торговые отношения ведут. Слушай, там с маршами ходят и с этими, с факелами. Неонацизм полным цветом расцвел. А сейчас еще и на Украине это движение такое же есть. Я не знаю, насколько оно мощное. Много ли там было сейчас их нацистов как таковых. Но с другой стороны, Германия с чего начинала? Там тоже всего 300 человек в путче участвовало в пивном. Или сколько? Да, да. Мало. А через 2-3 года в Рейхстаг они уже прорвались. И Гитлер законным путем к власти приходил, как рейхст-канцлер. Был избран. Это вот двуличность или двойные позиции политиков. Я, к сожалению, вижу то же самое, что происходит и в Израиле. В такой стране политик не должен быть двуличным. Должны быть табу на некоторые вопросы. Ну табу и все. Тут демократия. Нужна это Эстония или Латвия или еще кому-то. Если там нацистский режим. Если там гнобят евреев. Если снова возвращается вот эта черная чума. Ну как с ними поддерживать отношения? Какие отношения? Уже в свое время говорили в Германии о том, что немцы это культурный народ. Он не позволит, чтобы евреев уничтожали. Чем закончилось это все хозяйство? С нацистами договариваться нельзя. Это даже хуже, чем террористы. Террористы уничтожают группу лиц. А здесь цель была поставлена. И сейчас она стоит. Целый народ уничтожит. Этнос целый уничтожит. Или, допустим, гомосексуализм. Слушай, это первые заповеди, самые главные. Плодитесь и размножайтесь. Это путь к тому, чтобы прекратить существование человечества как такового. Один из путей. Вроде гуманные, не надо убивать, просто не будет детей. И население само уменьшится. Ну как ваши руководители, политические деятели могут пропустить, что гомики устраивают гей-парады в Израиле? Слушай, немного было, но тем не менее, было. Их по-хорошему надо было всех арестовывать и привлекать к административной ответственности. Таким штрафом, чтобы им неповадно было выходить. Не надо, я не призываю к тому, чтобы к ним в постель забираться. Но пропагандировать гомосексуализм им нельзя давать. Ну нельзя. Вот такие у меня взгляды. Консервативные, не знаю, может несколько резкие. В общем, я к политикам в Израиле отношусь так же, как к политикам и здесь. Хотя Израиль мне нравится больше всех остальных стран. Но политики меня не устраивают. Это уже дипломатия. Слушай, если дипломатия идет во вред населению, во вред народу еврейскому, то эта дипломатия еврейскому народу такая не нужна. Она уже была такая дипломатия. Вот о чем идет. Нельзя с нацистами договариваться. Есть один путь с ними договариваться. Приговаривать, если не к смерти, то по крайней мере изолировать либо себя, либо их друг от друга. Вот такие позиции. Никто меня не убедит, что политика, дипломатия не убедит меня в этом. У меня дед погиб из-за этих. Я не мщу. Это моя позиция, которая с годами, она во мне только окрепла. Ну это позиция большинства. Но, тем не менее, политики – это народ совершенно другой. Я и говорю, что это плохо. Значит, такие политики не должны руководить Израилем. Вот о чем идет речь. И тогда пора прекращать с так называемым обманом. Не с так называемым, а с обманом людей по поводу так называемой демократии. Кому она нужна, если вашему руководителю Бениамину Тадьяху? Сколько раз? Четыре раза избирали. Выборы за выборами, выборы за выборами. На грани ходят. Случайно ты станешь или не случайно? Что, все население его поддерживает? Ну а сейчас он под следствием находится. И сейчас эта чехарда будет продолжаться. Будет. Надо вообще прекратить разговор о так называемой демократии. Ее нет нигде, ни в одном государстве. Сменяются просто политические элиты друг с другом воюют. Это уже не демократия, это уже дипломатия существует. Ну вот опять дипломатия. Вот опять дипломатия. Я поэтому говорю, что у нас тут еще тяжелые времена. Вот из-за этих причин, в частности. Я не говорю о наводнениях. Я не говорю о эпидемии. Я не говорю о метеоритах. Они тоже возможны. Как 10 было казней Египету. Возможно, что-то другое. Но вот это тоже одна из казней. По сути. Да. Это подрыв вообще как такового еврейского самосознания. Если мы начинаем оправдывать, это конечно в политике. Так добивайтесь, чтобы не было таких политиков. Вы там голосуете, ходите. Я отсюда с Россией не могу эти вопросы решать. Могу только вам высказать. Если не согласны со мной, я все равно в любом случае от вашего возражения в душе могу принять слухом, но в душе я их все равно не приму. Эта позиция у меня железная. Настолько железная, что я думаю, до гробовой доски она вряд ли изменится. Политика у тебя правильная. У тебя эти самые правильные. Но в политике ты... Это не политика. Это инстинкт самосохранения. Я тебе говорю, что в политике ты не пойдешь. А я уходил. Я ушел в 89-м году из этой сферы деятельности. Восемь лет там отработал. Там надо и так, и так дипломатически. Там не дипломатически. Там другому нужно продать, если это необходимо партии. Да, 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 да. Потому что народ всякий, мнения всякие. И чтобы поддерживать именно этого, а не этого, это надо быть... Особый склад цинизма. Характер должен быть циничным. Ты знаешь, я... И это тоже есть. Я скажу, ребят, я иногда это самое говорю жене, она мне говорит, это все у нас... Все это согласно. Единственное, что можно это изменить... Вот то, что два вида. Во-первых, мы об этом говорим. Вот наша группа о этом говорит. Тоже другие люди об этом говорят. Это одно. А второе, мы должны молиться. Мы не, конечно, мы какие... А что нам остается еще делать? Да. Но иногда такая ситуация... Для меня иногда тоже находят такая ситуация, что когда молишься, думаешь, молишься, молишься, а толку нет. Но опять-таки мы молимся, а то, что Бог может принимать нашу молитву, а иногда может не принимать. Но, по крайней мере, мы делаем в своем деле. Мы делаем в своем деле. Мы молимся. Мы стараемся делать, чтобы мы можем изменить. И постепенно нас все... Понимаешь, для того, чтобы все изменить, не нужно, чтобы 99% населения сделало все правильно. Даже если маленькая горсочка, 5%, 10% сделает правильно, это уже Бога достанется. Вот Содом и Гаморра был пример. Бог сказал, если я найду 10 человек, сохраню Содом и Гаморра. Он 10 человек не мог найти. Я думаю, в Израиле найдется 10 человек. Даже больше граждан найдется. Задача не в том, что больше найдется. Задача в том, что нужно просто продолжать. Продолжать этим заниматься. Вот тем, чем мы занимаемся сейчас. Учим Тору, обсуждаем тела. А другие люди тоже самое делают. Очень много делают. Поэтому все это у нас складывается. Конечно, в итоге все это изменится. Все это изменится, будет все нормально. Но пока что, да, мы проходим через сложную ситуацию. Мы были через ассоциацию и 3000 лет назад. И надеемся, что оно и сейчас все изменится к лучшему. Вот на этом. Давайте закончим наш урок. Я вижу, у нас всего полминуты осталось для урока, ребята. Да, эта тема такая... Это сложная тема. Бесконечная. Это злободневная и бесконечная тема. Бесконечная. Но на хорошем, на положительной ноте. То есть все будет хорошо. Как раз Ханука. Это Ханука фестиваль света. Свет. 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 Вот этот свет мы стараемся принести в людям. Принести в человечество. Вот на этом закончим сегодня урок, ребята. Давайте до встречи в эфире. В четверг. Восемь часов по израильскому времени. Обнимаю. Всех. Чего то. Шалом. Держим связь. До четверга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова